Кубок Федерации 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 Сможет Ох как здорово С google Тут просто сражаются Как Лев Львина Никита Дедов Шайбу правда сохранить Ему не получилось Но этот Лев Львина Просто разрывает Мое сердечко Ну и дальше Понеслась атака И здесь снова Тихненко Есть бросок Толковый Мама дорогая Тут уже Алексей Вятсков Расстреливал Елизавету Мармандян Но опять же Елизавета Гнешься Но не ломается Надо отдать ей должное. И вообще, честно говоря, тут СКА буквально как с цепи сорвались, как полетели, как полетели. Мое почтение, я вам скажу. Вбрасывание снова у нас отправилось в среднюю зону. На этот раз у Альфы получилось значительно лучше. Они в кои-то веки дотащили шайбу хотя бы там до линии ворот, которая защищает Павел Стуликов. Но у Стуликова работы-то почти нет. А вот у Мармандиан работы просто непочатый край. Ты посмотри, что делает СКА. Ты просто посмотри на них. А и как тут давай окучивать со всех сторон. И опять перехват. Да остановите кто-нибудь этого человека. Тихненко просто расстреливает. Тихненко просто душит. Какой же это душный парень. И дальше пошла борьба. Никита Дедов там еще старается так поугрожать воротам. Но шайба пока под контролем Альфы. И опять же перехват в районе синей линии. А это может быть и даже попахивало выходом 1 в 0. И кстати говоря, кто там выходил-то? Там Платон Тихненко намеревался выходить. А это считай, читай между строк. Практически гол. Отодвинула команда Альфа игру от своих ворот. Ненадолго это все так. Что у нас случилось? Там походу снова смена составов. Нет, удаления здесь не будет. И просто бросование в средней зоне. Да. Ну, братцы, давайте по чесноку. Игра началась. Мое уважение. Оно и, смотрите, опять же, и такая вот маленькая площадочка. Она тонко намекает на то, что борьбы здесь будет огромное количество. Оно и есть огромное количество. Но чтоб такое, я, честно говоря, просто по впечатлениям. И что меня искренне радует, болельщики топят изо всех сил. А это, конечно, крутяк. Тем временем снова подборы постоянно на бортах остаются за СКА, под Горец. Туда, в сторону пятака. И там хотел подключиться Ярулин. Но шайба осталась у Альфы. Будет ли первая атака у этих парней? Пока возвращавшийся Ярулин говорит, куда ты денешься с подводной лодки, братан? Шайбу отвоевал и дальше пошел бороться. И снова он накрывает оборону Альфы. А вот это уже интересно. У Альфы есть шанс, но возвращается СКА, причем довольно быстро. И гасит все эти потуги. А ну-ка, момент! И горизонтальная передача на Ярулина. Но Демьян до шайбы не дотянулся. И это уже второй по-настоящему стопроцентный голевой момент для СКА. Они по-хорошему могут реализовать. Я вообще, честно говоря, удивляюсь, как они еще не забили при таком-то начале. Тут я думаю, что Альфа должна быть просто откровенно благодарна Елизавете Мормандян. Потому что у Елизаветы работы непочатый край. АСКА, знай себе. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Стреляет, как из пулемета. И опять, посмотрите, навязанная борьба. Уходит вперед Тихненко. И скидка. Но как-то далековато он скидывал. Тут защитники вынуждены были подключаться. И это был Шарко. Шарко налево. Шайба дальше через закругление переправилась на ближний борт. Обратно на Тихненко. Тихненко пока самый главный созидатель у своей команды. Пытается за счет индивидуального мастерства Вецков себе найти позицию. И находит. И еще есть неудобный бросил. Да хорош, вы остановите кто-нибудь уже эту команду СКА. Так, а вот это уже ошибка. И у Альфы опасный выход. Момент. Нет, броска все-таки не последовало. И здесь бросок получился. Но Шайба в каркас ворот Стуликова ударилась. И пока не так опасно, как хотелось бы для Альфы. Ну и там опять же задрался свитер у игрока. И, честно говоря, познать-то, идентифицировать его было довольно сложно. Оно и неудивительно. В таком-то пылу борьбы задирающиеся свитера. Это, я думаю, обычная история. Так, идем далее. И опять Тихненко. Полез. Его там обэсшайбили. И контратака нарисовалась. Чем она закончится? О-о-о-о-о-о! Аплодисменты срывает Павел Стуликов. И так и норовит. Разбить мое любящее сердечко. Паха, молодец Молодец, Паша Хороший, добротный, рабочий, крестьянский сейф Ловушкой А тут Альпа говорит, окей Стуликов хорош, но сейчас мы его протестируем Еще разок Видите, как полезли вперед, но и, собственно, на этом-то все и благополучно кончилось Так, много плотной борьбы, тут у нас снова остановка игры Ну и опять бросование будет в средней зоне Так Брасование осталось за Альпой Полетели они так в атакующую В атакующий, наверное, скажем так, поход А вот здесь ответка от СКА, но пока не такая опасная, как хотелось бы Очень много плотной борьбы, но, братцы, вся вот эта вот маленькая площадка и множество игроков Это, я думаю, вполне объяснимая ситуация для огромного количества борьбы Ну, вы сами видите, что площадка такая коротенькая И есть вход в зону для подгорца Подгорец дальше полез И разрезающую передачу хотел отдавать на дальнюю штангу Не прошло Альпа Сопротивляется на фланге, но довольно тяжело пока СКА постоянно навязывает борьбу и постоянно за шайбу борется Так Надо как-то из угла выбираться Там прижалась шайба к борту И все-таки команда Альпа Отодвинула игру от своих ворот Ну и там Левицкий до шайбы добрался первым Быстренько меняются у нас хоккеисты Вообще, на самом деле, тут такой довольно любопытный регламент этого турнира, братцы Вы видите, что такие укороченные составы Но при этом 4 периода Отчитай между строк 4 периода Это 48 минут игрового времени Причем чистого А играть-то приходится буквально в 2 пятерки Это все довольно непросто СКА Пройти так за здорово живешь За бесплатно в чужую зону не получилось Альпа постепенно выравнивает игру И постепенно, честно говоря, становится моментов-то все меньше у их ворот И опять же стартовый штурм у СКА спадает Здесь навязывает сопротивление у нас в чужой зоне СКА И это был Данил Литвинов, который оказался очень высоко Дальше Тихненко Опять там борется с защитниками Здесь же и Вецкой Вецкой, перехват А вот передача проблема, она не точная Хотя второе жилон нападения в лице Литвинова набрасывает И там еще и добивание было от Никиты Дедова Как же много у нас событий на один квадратный метр В этом матче Так, Альпа Контр-атаке И улетела шайба За пределы площадки Ооо Вот честно скажу, уважаемые зрители Для меня немного непривычно Видеть все это Но Как же это весело Какая же это невероятная история И какой же это невероятный турнир С таким огромным количеством моментов Просто Воу-воу-воу Ох и Как накрывает Тихненко И бросает с лопатой А здесь проблема у Мармандиан И будет еще и добивание И что, шайба в вордах? Нет, Мармандиан свою команду спасает Да ладно Елизавета выручает свой коллектив Да хорош Елизавета, ты Ты вообще с нашей планеты Или где? Там мне казалось, что все уже Но шайба неминуемо Побывает в ворота И счет будет открыт А вот и еще один момент Но просто Не попадают по воротам Такие стызка Вообще, на самом деле Давайте будем честны Тут, братцы Пока Начало и старт этого матча И дебют Остается целиком И полностью за СКА Но это безоговорочно Потому, как вы сами видите Количество моментов у одних ворот Количество моментов у других ворот Тут пока без вариантов И просто без шансов Так, дальше Дальше лезут Хоккеисты СКА И пытаются Шайбу пропихнуть А ну сюда, говорит Иди, давай сюда Иди Понеслась Сразу Месиловка Понесся Сразу замес Говорит Давай с тобой Раз на раз Давай, мужик на мужика И тут Арбитр-то с горем пополам Растащил этих горячих Пинских парней Ты посмотри Там какой замес-то Понесся Чуть было команда не на команду Не начали метелиться Вот это да Какой там Конор Макгрегор Какой там Хабиб Турмагомедов Они просто отдыхают Так, Левицкий После вбрасывания Свою команду отправляет вперед Левицкий С фланга в центр Очень не точно Прямо соперником на клюшку Довольно тяжело, кстати говоря Разбирать номера у игроков Альпы Потому что они как-то Белые на черном Черные на белом Тяжеловато Хотя, надо отметить Сейчас Василий Гладышев Хорошо здесь поборолся И шайбу даже на какой-то Эпизод выцарапал Но недолго Музыка играла Быстренько возвращает Подгорец свою команду в нападение Сейчас, скорее всего, то же самое Провернет и Левицкий Левицкий И его тут притингуют Дальше идет Заброс делает туда В сторону Параконного Но тот До шайбы-то не набрался И опять Очень плотная борьба В районе центра Этой площадки СКА Полезли в чужую зону И хорошая какая диагональ Вот пройди у подгорца Эта диагональ Там все Там железобетонный выход Один в ноль Но надо дать должное И обороне Команды Альфа Они все-таки Справились Хоть и не без труда Но все-таки справились И, дорогие друзья По результатам Первого Игрового отрезка У нас Ноль-ноль Но моментов Бросков Ядреный пассатижи На два периода Вперед, наверное Ну и опять же Давайте Так, попытаемся Собрать Нервы в кулак И скажем о том, что Ну так, объективно Первый период Он явно Закончился За явным преимуществом СКА Моментов у них было Значительно больше Они явно играют Первым номером Ну и опять же Они вроде бы В турнирной таблице Все-таки фаворит У них в данный момент Шесть баллов И они как-то Ну, все равно Выше, чем Альфа Находятся Но опять же Не настолько сильно Давайте смотреть Второй Период Что у нас здесь Команды придумают В рамках этого Игрового отрезка Ворота у нас Поменялись Но это нормально Это как всегда в хоккее Давайте полюбопытствуем Изменится ли Как-то Игра Пока не меняется Пока все-таки Хоккеисты СКА Действуют Активно И действуют Первым номером И опять Вецков Из на дальние На дальние рубежи Оттуда сразу Бомбочка туда Полетела В сторону Елизаветы Мармандян Я думаю Что Альфа Должна отдать Должное Своему Голкиперу Потому что Если бы Не Елизавета Тут бы давным-давно Уже Все закончилось Пропущенной шайбой И снова В основном Броски Со средней И с дальней Дальней дистанции Хорошая Опять же Действительно 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 Интересно И давайте Смотри Дарья Вроде бы Голов нет Но опять же Самое-то главное Моментов-то Сколько Вы посмотрите Сколько борьбы На такой-то Укороченной площадке Это же просто Термояд А не матч Так Любопытно Что СКА У нас Летит в атаку Тут у нас Остановилась Игра Ну и Видимо Шайба там Покинула Пределы площадки Да Так и есть Вбрасывание Снова Отправляется В среднюю зону Даже Наверное Я бы так сказал В центральный круг Если хотите Скам Хороший врыв Надо бросать Надо бросать Надо бросать Нет пока Выжидает До последнего Ветсков И сразу же Выдавал Поперечную передачу Но эта Поперечная передача Она не прошла И снова Игра Игра Остановлена И снова У нас Вбрасывание Так После Вбрасывания Левицкий Откатывает Там уже На спине Соперники Приходится Хоккейстам Ска С шайбой Расставаться Напали 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 Кричит Один из болельщиков Ну Пожалуй Тут отчасти Правильно Надо все-таки Встречать Там Стараться Встречать повыше А вот И два в одного Ну Зачем 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 Ну Брось Ты сам Ярулин Ну Демьян Ну Ты чего Ну Чего стесняться Ну Пойди Да Брось Такая хорошая Позиция Тем более Защитник Перекрывал Опа А вот и выход Один в боль Момент И спасает Свою команду Елизавета Мармандян Фантастика Просто Подбор Дальше Остается За Ярулиным Ярулин Хорошая скидка Там еще и Передача была От Маркевича А вот Добивать-то Некому Ска Просто Задавливает Альфу Вообще Без вариантов Моментов У Стуликова Нет как таковых Вот сейчас Наверное Будет Да В кои-то веки Павел Стуликов У нас Вступил в игру Но Ска Опять Три в ноль Практически Выкатывают Уже Контратака Которую Мгновенно Успел Нейтрализовать Максим Подгорец Надо отдать должное Максон Норм 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 Остановка Игры Очередная Быстренько Меняются У нас Составы И снова Брасывание Будет Средней Зоне Да И опять Мы с вами Констатируем Что Ну есть же Реально Крутые Потенциально Опасные Моменты Казалось бы Вот в моментах Когда уже Бросай сам Лишняя передача Ну хотя Опять же Пылу борьбы Особенно Такой плотной Пойди там Разберись Пойди И выбери Правильное решение Оно Для того И такое первенство Вот этот кубок Для того И вся вот эта Игровая практика Чтобы потом Впоследствии В будущем Уже не думая Делать Правильное решение Ну а пока Есть время Ошибаться И хороший Какой эпизод Заблокировал Этот бросок Константин Пегашов Ну а так По хорошему Бросок Коскистей Был мое почтение И вновь Полетел В нападение Никита Дедов Обезвредили его Еще на дальних Поступах И дальний бросок По воротам Стуликова И теперь уже Павел Был вынужден Хорошенько так Потрудиться Чтобы шайбу То не пропустить И хороший выход Бросок Вверхом Что ты с ней Будешь делать А Елизавета Что ты творишь Еще моменты Опять бросок Здесь уже помогают Полевые И заблокировал Бросок Арсений Бобров Шайба тем не менее Остается под контролем СКА Еще одна передача Но от Вицкова Не точная Так Вот шанс И Дедова А тут я думаю В каждого У СКА Ткни Так они Уже на протяжении Вот этих вот Практически двух Периодов Мы создавали Огромное количество Ну и Елизавета Мармандян Без вопросов Свою команду Тащит Если бы не она Счет был бы Давным-давно Уже открыт Опять перехват Опять бросок Заблокирован Еще бросок Снова заблокирован Стрелял Два раза под горы Еще и попытка Добить Ох какая заруба Понеслась И все это Вокруг бород Елизаветы Мармандян Подгорца СКА А вот передача Неточная Очень неточная Приходится Откатывать Воу-воу Там проблемы У подгорца И бросок Опасный Ух ты Хороший прорыв Ах Не получается Убежать По-моему Там параконный Был А здесь Бросок И есть Из такой Дальней дистанции Демьян Ярулин Бросал Но не попал Еще одна передача На Демьяна Но тут перехват Очень вовремя Был перехват Габодзе Перехватил Сам полез В чужую зону И его там же Благополучные Встретили Какая же это Удивительная Заруба Так Остановлена У нас Снова игра И вновь Вбрасывание Да Удаление Здесь не предусмотрено Насколько я понимаю Просто при нарушениях Правил Останавливают Игру Делают Вбрасывание В центральной зоне И Полетели дальше Заруба Просто уникальная Так И Дальше Хороший момент Организует Никита Дедов А вот Замкнуть бы его передачу А там некому Литвинов Оборолся Отодвинул игру От своей зоны Скат дальше Продвигает Шайбу Вперед Ну и слушайте Дорогие друзья Так судя по Первой половине Пока Скай играет Явно первым номером Вообще не оставляя Никаких шансов Альфе Ну и такими темпами Они рано или поздно Елизавету Мармандян Додавят Все таки Нагрузка на нее Довольно серьезная От этого Никуда не денешься Приходится И вкалывать Так По полной программе Ну и Рано или поздно Она начнет ошибаться Но это просто Неизбежно Ребят Так И снова СКА Обратите внимание Под чужими воротами Отбирает Шайбу Дедов Скидывает Своим защитником Там по моему Литвинов По борту А на кого Не на кого Альфа Вроде бы отбор Вот Одно нужно отметить Что команда Альфа В плане обороны Существует Довольно уверенно Вот это да Это без вопросов Пока все великолепно У них Именно в плане Оборонительной стези А вот это уже проблема Три в одного Выходит момент И как не забили-то Ну какой же шанс был для Вицкова Вицкой Так Прошу прощения Вицков конечно Шайба Откатила К Стуликову Ох Какой был эпизод Три в одного И не зарешали Обидно И ведь при чем Давайте будем опять же Откровенными Давайте будем честны Это уже не первый Далеко не первый Эпизод Когда был выход Три в одного Опаньки А вот и гол А вот и гол Вот это да Вот это да И это Демьян Ярулин Оформляет Эту шайбу Еще разок Повтор этого момента Дорогие друзья Ни с того ни с сего Прилетел Галешник Так Во-первых Выигранное Обрасывание И Просто Демьян Ярулин Уходит Хлобысь Спокойно бросает И это его шайба Это явно его шайба Демьян Ярулин Открывает счет В этом матче Ну вот дорогие друзья Давайте будем честны Это было неизбежно СКА Явно себе Наработали На шайбу Так И с СКА Уже сделали Все возможное и невозможное Для того чтобы забить Единственное Чего я не понял Почему При всех тех сейвах Елизаветы Мармандян Прилетела такая Простая шайба Издалека Но опять же Это скорее всего Уже накопленная усталость Сиродло Но ты не можешь Так просто сохранять Концентрацию Когда тебя Так атакуют Когда тебя так месят Тебя так метелят Так по твоим братам Бросают Ну это же Ну это Невообразимо Тяжело Левицкий Наброс Мармандян в деле Она Бедолага Трудилась там Как могла Вопросов нет Там оборона Еще и помогала Конечно В большинстве эпизодов Но тем не менее Сама Елизавета Тащит 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 И продолжает Тащить А СКА Ну без вопросов Наработали на шайбу После Врасывания Снова Владение Остается Именно За СКА Хотя Воплощение В нападении Обратите внимание Сколько народу Атакует У СКА 4 человека Практически Перед самыми Воротами Находится Постоянно Так Снова игра Остановлена Здесь Макар Левицкий Все равно Должен был быть Первым на шайбе И это Без проблем В общем и целом У нас уже Я так понимаю Близится к концовке Второй период И вместе с ним Середина этого матча Но Врасывание Выигрывает Снова команда СКА И опять Никита Дедов А тут Хорош подбор Смещается Вецков И тут В результате Некоторых Пертурбаций Покинула шайба Вообще В принципе Пределы площадки Ну и опять же Давайте дорогие друзья Раз уж мы С вами Говорим Об топовом хоккея То мы должны Экстраполировать И Показатели Взрослого хоккея Сюда На детский хоккей Я думаю Это будет наверное Правильно Я собственно Как Комментатор КХЛ и МХЛ Могу сразу же С уверенностью сказать Что Те самые Показатели Которые Используются В КХЛ Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Что это была За неразбериха Что это такое Павел Столиков Тут не разобрался Со своими Партнерами И Шайба Отправляется В ворота Егор Так Получается У нас Забил Егор Беляевский Шайба просто Катится 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 Ну Ну Надо ее Просто-напросто Накрывать Ну что Ну почему Ну почему Павел Ну это же Ой-ой-ой-ой Пошок Пошок Ну как же ты так Друг Ну обидно Честное слово Такая Курьезная Шайба Залетела Не ладно Дорогие друзья Вот я объективен Все-таки Я стараюсь быть объективным Если бы там Альфа Там загружала Работой Павла Столикова Вот так же Как Елизавету Мармандян Загрузили Окей Вопросов нет Это была бы Да Правда Но шайба Я бы кричал Гол Окей Огонь Красота Костер И тому подобное Ну здесь шайба Катилась 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 700 километров Она катилась И просто закатилась Да Паха Давай-ка Собери Как-то мысли в кучу Надо реабилитироваться Дедов Центр А там Тихненко Первым на шайбе будет Нет Его Там Борются с ним И да Тихненко получается Переигрывает Там своего визави И еще И наброс На пятак Здесь Тихненко Добавляет И гол 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 Забивает Все-таки Тот самый Платон Тихненко Он 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 заработал С передачи Да С передачи Алексея Вецкого Вот еще раз Давайте посмотрим Как это было Наброс На ворота Шайба Здесь Выскочила На пятачок Ну и собственно Ее задел Вецков Отлетела она К Тихненко И уже Тихненко Тут ее Завалил В ворота Кстати говоря Первая эта шайба У нас была Забита С передачи 18 номера СКА Это Сергея Маркевича Мы забыли отметить Ну а первая шайба Альфы Она была Занесена В Соленова Это был Егор Беляевский Классные болельщики Кричат В ворота В другой стороне Это класс Опаньки А вот еще один момент Что Да что она делает И опять ее просто Ну Обстреливают Метелят Со всех сторон Это просто Феноменальная игра Вратаря Вау Ну и у нас с вами Закончился второй период Я думаю что Альфа Должна уже Реально поставить Памятник Елизавете Мармандян Потому что Елизавета делает Эту игру Она сохраняет Свою команду При минимальном Отрыве От СКА Притоп Количестве моментов Которые Насоздавали Игроки СКА Это Просто Феноменально Это реально Феноменальная история Елизавета Мармандян Достойна Самых лесных Отзывов Ну а у нас Тем временем Все Готово уже К началу Третьего Игрового Отрезка Напоминаю Что таких Отрезков Будет 4 По 12 минут Чистого Игрового Времени Ну и пока СКА Ведет по счету 2-1 Да и вообще В принципе Я не успел Договорить Об Показателях Смотрите Дорогие друзья Учитываются Броски в створ ворот Здесь Я думаю Сомневающихся нет Что Лидирует По броскам Створ ворот Естественно Хоккеист СКА Мы уже Миллион раз Говорили о том Что Елизавета Загружена Так что Пальчики Оближешь Далее Далее Учитывается Половину Половину Они Значительно В разы Больше Голевых Моментов Привезли К воротам Елизаветы Мармандян В общем и целом Давайте смотреть Третий период Откатывает Аккуратненько Семенов И так Левым бортом Пытался Шайбу Отвести Подальше От своих Владений Ну а тут Альфа Снова Навязывает Борьбу И явно Видно Что Как-то Перерывчик Он пошел Им на пользу По-другому Немного Заиграли Теперь уже Они Не подпускают СКА Так просто За бесплатно За здорово Живешь К своим воротам Хотя Прет вперед Анисимов Не пустили Здесь же И контратака У нас Вытанцовывается Для Альфы Хотя Контратака Она Не смогла Так сказать Использовать Вот этот вот Момент неожиданности Фактор неожиданности Если хотите И пришлось Довольствоваться Уже попытками Позиционного нападения Которые не Увенчались Успехом Вбрасывание У нас снова В средней зоне Так Вау Какой здесь эпизод И Сейф 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 Павла Стуликова Хороший эпизод Паха Молодец Павел Просто по красоте Пришел, увидел, победил Это мой девиз Пришел, увидел, затащил Наверное так А дальше СК говорит Окей, вы там нашего Братаря побеспокоили Ща мы вам тут навтаскиваем Ща мы вас будем на британские флажки Говорит, историю про Тузика и Грелку слыхали Но все, готовьтесь Хотя Альфа не грамма, я смотрю, не унывает И у них все нормас Они вон что вытворяют, они в средней зоне Прессингуют очень серьезно И похоже игра явно меняется Тут, кстати говоря, дорогие друзья Составы-то они по большому счету изменились Сейчас немного по-другому пошла игра И, соответственно, у Альфы, видимо Более, такие более резвые игроки появились И они тут давай окучивать стульково Теперь у них уже появляются броски И это на самом деле должно как-то влиять На происходящее в целом Пошел вроде бы вперед Левин Его не пустили И сразу контратака И здесь бросок И это гол И это 2-2 И оформляет этот голешник 72-й номер Вот он, кстати говоря, на ваших экранах Это Иван Блитов И это защитник команды Альфа И опять же бросок со средней дистанции Зарешал Вот посмотрите Блитов шайбу перехватывает Здесь обходит Георгия Мещука Смещается Есть еще один защитник Но заблокировать бросок не получается Бросок Блитова Там еще и вроде бы даже зацепил стульков Эту шайбу ловушкой Но она предательски залетела в ворота Вот это заруба 2-2 Мама дорогая Альфа Возвращается Альфа в деле И все это, безусловно, результат, конечно Первых двух отрезков Сейчас игра изменилась Теперь уже и УСКА Довольно серьезная проблема Они пока еще не напрягали Вратаря Альфы Пошел В чужую зону Гроза И его довольно быстро остановили А вот у Альфы Наступательная операция не увенчалась Успехом Дальний бросок Рикошетов Огромное количество Миллион и один Но они Все-таки к Стуликову не прилетели Анисимов Хотел продольный пас такой сделать вдоль борта Не вышло Ох, как атакует Альфа Вы посмотрите Подбирает шайбу Семенов Выбросить не дали Альфа вообще по-другому заиграла Ну понятно, другие игроки На площадке Тем не менее Такой прыти Такого рвения Я, честно говоря, не ожидал Есть еще один Хороший эпизод Но тут в центре все заканчивается Вау Как тут Толкнули Жестко Дмитрия Попова Димон Держись, друг Надо бороться У Альфы еще одна Прострельная передача Которую Перехватывает Сергей Гроза Сергей Гроза Он на самом деле такой более габаритный парень Он просто огромный И ему надо пользоваться габаритами Просто Сергей Иди вперед Дави защитников Вот она твоя стезя Ты должен Ты должен быть форвардом таранного типа Иди сминай их Они ничего с тобой не смогут сделать В этом твоя фишка Работай, работай И у тебя веса больше У тебя рост больше Ох, какой момент Моментище И Стуликов, да ладно Стуликов спасает свою команду По красоте Просто играет парень Не с нашей планеты Он просто Выкован На железобетонном заводе И играет Феноменальный хоккей Есть еще один выход Теперь уже от Альфы Бросок И снова Паха Пашок Тык Феноменальный Молодец Паша Здорово Паша играет Ну вот даже Болельщики Отмечают Паша Просто ботяня Комбат Своей команды Он сердце не прятал За спины Ребят Мое Почтение Паха Да Ну на самом деле Изменилась очень сильная игра Альфа Заиграла Совсем по другому Ну Видимо на это и был Наверное расчет Чтобы забрать вторую половину Как-то Затащить первую Ну С минимальными потерями И забрать вторую Так Куска потери Одна за одной И Так И сыплются Опасные набросы Туда В сторону Стуликова И посмотрите Моментов-то Перед воротами Альфы Практически нет В том-то и дело Что мы там Вратаря толком-то и не видим В игре В основном Атакует Альфа И есть прорыв На этот раз Кудрявцев Пошел по центру И там же его И обезвредили Ну а тут Борьба Так Снова у нас Остановка игры Как же Все напряжено Просто добила Ох Братцы Тяжело Это смотреть На самом деле Тяжело Потому что Огромное количество Моментов Вот адреналин В крови В крови говорю Адреналин в крови Он кипит И вот эта вот Маленькая площадка Укороченная Такая площадка Она Не оставляет шанса На то чтобы даже Передохнуть Элементарно даже Вздохнуть Я даже боюсь представить Как наши уважаемые Болельщики Все это смотрят Тут буквально Момент на моменте И моментом погоняет Какой там НХЛ Со своими маленькими площадками Вот где Самая главная Мясорубка После таких В дели А тут В ответку Бросок от Тридцать По-моему Пятого Нет Стоп 95 номер Это Берсан Закриев Но там Мимо Стуликова Шайба Пролетела И опять же Павел Контролировал Происходящее Еще один Проход у Альфы И с неудобной Заблокировано Подбирает Анисимов Макар Дальше полез Тут остановка игры Снова Нарушение правил Произошло И снова Быстренько Меняются игроки И Вбрасывание будет В средней зоне Да Ребята Какая же Это Невероятная игра Ох ты Бросок В дальний От нас с вами Угол Там Павел Прижался к штанге И Спокойно Нейтрализовал Этот бросок Выигрывает Брасывание Альфа Пока Пройти вперед Не получилось Приходится Откатывать За ворота А тут А тут Ух ты Как интересно Придумывал Матвей Левин Но не прошло Навязывал борьбу И даже Рассчитывал На перехват Но не получилось С другой стороны И у Альфа Тоже пока Не особенно Клеится Кудрявца В сторону Ворот Не проходит Такая передача А вот С дальней станции Тоже заблокировано Подбирает Шайбу Ох ты Скай И моменты Вокруг Стуликова Просто момент На моменте Как же Это все тяжело Альфа Откатывает Аккуратничает Скажем прямо Дорожит Шайба И Блитов Кстати говоря Блитов Один из авторов Шайб Вернее Шайбы В этом матче И снова Альфа Через центр Момент Бросок Заблокировали Моментально Кудрявцева А тут что А тут Остановка игры Да Нарушены правила Остановка игры Нарушили правила На Олесе Нечаевой Кстати говоря Две девочки Напоминаю вам В команде Альфа Ну я смотрю Им это не мешает Они наоборот Очень хорошо Так влились В этот состав Ну и посмотрите 2-2 Мясорубка Просто бешеная Я не знаю Как я этот матч Заработаю Тут просто Не матч А нервотрепка Ты посмотри Что вытворяет Альфа Здесь классно Навязывает Борьбу Бурмистров Ну Шанс Перехвата Забросать Есть Бросок Классно Еще и добивание Повезло Это просто Феноменальная Борьба Вот это уже Классно было Перед воротами И дальше Продолжает Тащить Елизавета Мармандян Как ее Остановить Я не знаю Тут же Ответка От Альфы Бросок Неточный Выше ворот Там И выше Даже вот этого Импровизированного Бортика Шайба Улетает Что происходит Что Это происходит Как вообще Это комментировать Такие моменты От ворот До ворот Воу Да Снова Огромное Количество Борьбы И в основном Она пока В средней зоне Так Падение И остается Шайба У хоккеистов Альфы Но Тут на каждом Сантиметре Площадки Постоянный Прессинг Какая скорость Передача В центр Ух ты Неприятный Эпизод Так Игра Игра остановлена Игра остановлена Игра остановлена Там Уже в пылу Борьбы Даже Я уж не говорю Про себя Я не говорю Про болельщиков Там У болельщиков Все кипит У меня Все кипит Игроки Даже Свистков Толком Не слышат Говорят Давай Все Какой там Судья Полетели Дальше Так Шайбу Шайбу Просят Наши Болельщики Бросок Бросок Опасный Но Не точный И И снова В средней зоне Альфа 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 Пытается Продвинуть Альфа очень жестко меня удивляет что игроки к этому ко всему готовы и они так целый сезон сражаются стуликов да тут еще и замес да тут полетели говорят давай сюда иди давай один на один давай с тобой раз на раз давай выйдем давай выйдем давай погнали ману аману давай ну и толкотня она успокоилась слава богу так а вот и контратака вроде бы понесся в чужую зону даниил федоров но и вот окончена дальних поступок остановили там уже арбитр даже не может досвистеться что третий период у нас окончен 22 какая жесть и впереди четвертый период дорогие друзья так ну все ожидание было недолгим четвертый и решающий период у нас с вами на подходе 2-2 я не знаю как вы это смотрите братцы но это это все это уже конечная для моих нервов запасайтесь глицином запасайтесь валяночкой запасайтесь валидолом потому что здесь просто отвал башки полетела вперед атака у альпы и петр михайлов ее возглавляет там проблемы возникли у бурмистрова перед воротами и он запутался у себя в ногах но сам же и пошел решать вопросы альфа как и третий период начинает очень активно ну очень в этом-то и фишка в этом-то и штука ска не получается далеко убежать от своих ворот здесь же нарисовался перехват от грозы и дальше гроза посмотрел что за спиной уже соперник гроза проблемы шайбу перехватили в сторону ворот там никого из игроков альпы ну и надо как тоска уходить потому что альфа наседает и снова приходится возвращаться в освоясь и четырнадцатому номеру это дмитрий попов а здесь же и какие стыль альфа они все явно так явнее и явнее давят на оборону ска и вот эти постоянные прострелы эти постоянные передачи как же они напрягают так снова остановлена игра у напряженненько 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 альфа и кудрявцев развернулся по правому борту пытается просочить туда резко уходит влево кудрявцев кудрявцев бросают да ладно стульков да ладно пашок да ладно паха какое сумасшедшее спасение еще и подбор остался за альфой и снова горизонтальная передача и здесь опять кудрявцев и он опять туда в сторону пятака очень толковый парень хорошо видит площадку но опять же с другой стороны и у ска есть свои герои есть свой отряд мстителей там тоже есть свой капитан ска капитан америка там человек паук Тони Старк у которых там у каждого просто ядерный реактор в груди и они готовы поливать поливать и поливать энергетикой на площадке но пока альфа владеет инициативой здорово поборолся Иван Лапшин нужно отметить хороший эпизод но здесь и Павел Стуликов он просто в пути лица во второй половине моментов конечно перед его воротами значительно больше чем первых двух ну вернее как первых двух первых двух периодов в периодах так опять какой-то там сумасшедший рикошет в результате борьбы и снова шайба полетела туда в сторону Стуликова и еще одно бросование у нас с вами намечается в центре у Стуликова и у Стуликова есть эпизод и передача это какая шикарная была на Бурмистрова он буквально один одинешенек стоял там перед воротами но вот паста на него не прошел успевает альфа а теперь уже и сами в нападении хорош прорыв и в этом прорыве активничал Леонид Коровов в сторону в сторону в сторону в сторону отличная контратака Макар Анисимов в сторону ворот шайбу отправлял но пока для мармандян это не проблема учитывая что она тащила в первом периоде здесь посмотрите какой был эпизод мармандян сама ошиблась но опять же шайба после рикошета с ней полетела не в створ ворот вот шанс бросок стуликов стуликов свою команду выручает шикарный момент альфа давит и давит и давит и давит так идем далее и пока тут все вращается вокруг Паши но собственно как в той песне не Пашка тебя ничем не удивишь Пашка я мог купить тебе Париж ну и Пашок молодец но опять же нужно отметить еще и его оборону безусловно так или иначе она помогает вы сами видите сколько борьбы да она как бы борьба это это такой непосредственной непосредственной близости от ворот Павла стуликова но опять же прям бросков то в створ не так много хотя они есть с другой стороны броски в створ ворот Елизаветы и мармандян можно пересчитать на пальцах одной руки и опять наброс Паша что за нерасторопность такая понадеялся на защитников а они понадеялись на тебя и какая-то прямо дискоммуникация на подборе первым оказывается Лапшин Лапшин на пятак перехват это перехват и убегает в чужую зону Альфа и есть момент низом добивание стульком молодец Паха справляется с нападениями и тут Кудрявцев центр очень долго готовился этот бросок Стуликов отреагировал подбирает Горский опять в сторону пятака там Стуликов играет клюшка еще один опасный момент бросок гол и это все-таки гол и все-таки Альфа дожимает долго-долго она дожимала и все-таки зажали забивает Арсений Улищенко номер 99 из передачи 96 номера это у нас был Олеся вернее была Олеся Нечаева посмотрите сколько неразберихи перед воротами Паши стулькова помогала бы оборона было бы все огонь но Паша не может везде успевать он тут он там он здесь он только за меня еще не поработал а так он везде ну и тут конечно оборона допустила это добивание допустила этот бросок ну и в итоге Альфа меняет ход происходящего и впервые в этом матче выходит вперед по счету какой же это уникальный матч так снова у нас игра остановлена да 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 игра остановлена игра остановлена так ну что ж идем далее СКА прессингует довольно высоко но пока это не дает никаких результатов а вот у Альфы поперло и причем поперло это мягко сказано у Альфы поперло так что мое почтение хороший какой дриблинг и даже еще и тот момент у них снова вытанцовывается опять бросок здесь уже стульков свел щитки нейтрализовал эту угрозу а вот и еще одна волна нападения ну тут бросок с неудобной это не так опасно выдвигается прессинговать Сергей Гроза но это я смотрю никак вообще не интересует Леонида Коробова Леонида Коробова притащил он шайбу опять за ворота Струликова здесь подбор Заска хороший выход ошибается Гроза ну сколько ошибается сколько его наверное больше так перехватили накрыли пытается старается за всех сил продлить нападение за Криев не получилось отодвинутая игра у нас на борт а тут что дальше а дальше огромное количество сражений и игра остановлена да остановлена да шайбу требуют болельщики так я смотрю там дети очень довольны видимо происходящим есть хороший момент бросок стульков вытаскивает тяжелейший эпизод буквально два в ноль его атаковали два в ноль это очень тяжело еще одна атака просто посмотрите волна за волной волна за волной у Альпы а вот у СКА нападения пропали как таковые и вновь и вновь смещение бросок низом противоход походу шла эта шайба от Ивана Блитова но не попал еще шанс бросок как таковой не получился ну и небольшая ошибка там бросал по воротам в очередной раз кстати говоря у Лищенко и опять тут всеми правдами и неправдами стараются атаковать именно владение Павла Стуликова вот за что дорогие друзья стоит любить Кубок Федерации в Санкт-Петербурге так это за то что как игра меняется при смене составов вы посмотрите как все изменилось кардинально все изменилось опасный бросок и шайба буквально в миллиметрах от правой от нас штанги прошла Попытался вроде бы пойти в нападение Матвей Левин но не пустили вот есть контратака ну почему игра остановлена игра остановлена шансище шансище был для СКА но опять же остановка игры не позволила развить это перспективное нападение и возможно сравнять счет все пошел 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 так и снова шайба под контролем альпы они уже никуда не торопятся а зря успевает их накрыть Дмитрий Попов хотя там ничего не выросло а вот у альпы вырастает момент опасный с прострелом и там можно было ставить жирную точку в этом матче замкнув вот эту вот горизонтальную передачу даже наверное не столько горизонтальную сколько диагональную но тем не менее факт это факт там на дальней штанге замкни и все и это уже точка а так для шанс это для СКА есть самое главное что времени пускай и немного но тоже есть и опять прорыв у альпы и есть опасный эпизод но заблокировали этот бросок очень тяжело приходит с СКА там поборолся Макаронисимов вместе с ним там сражается еще и Дмитрий Попов и никак шайбу не получается выцарапать но у нас снова остановка игры и толчок клюшкой удаление пьет так кто там у нас был что-то я не успел разглядеть по-моему это был так дайте-ка дорогие друзья найти нет не нашел я в заявке этого игрока но не суть важно ладно не суть важно толчок соперника клюшкой на минуту на минуту удаления но это опять же не меняет составы и опять же не меняет игру самое главное что это меняет это меняет количество оставшегося времени а тут пока альпа проводит его очень положительно для себя и постоянно атакует постоянно атакует и остается совсем немного времени остается совсем немного времени подставляться больно там то там повреждений нужно уже останавливать игру там повреждения у игрока ска который героически на себя эту шайбу принял так вот понять бы кто это у нас и отметить этого парня но на самом деле подставляться под такие вот летящие шайбы это очень неприятно это очень больно даже не сомневайтесь уважаемые зрители и здесь надо конечно же отдать дань уважения мужественности так ну и тут поддерживают абсолютно все даже арбитр так кто же это у нас вот не вижу я не вижу это седьмой номер ребята это Георгий Мищук Жора давай друг держись надеюсь что без травм все обойдется надеюсь что все будет нормально и надеюсь что там ничего страшного в общем и целом Георгию Мищуку здоровья но пока за воротами гроза скидка налево на Левина Левину пройти не дали накрыли и последние буквально последние минуты последние секунды этого матча которые Альфа проводит в атаке момент гол на последних секундах буквально Альфа забивает гол и делает это Арсений Улищенко номер девяносто девятый с передачи Николая Кудрявцева и с передачи еще и Ивана Блитова вот еще раз смотрим заставляют Блитова расстаться с шайбой здесь же еще и похоже задел Кудрявцев и отлетела шайба к Арсению Улищенко ну и похоже что он ставит жирную точку в этом матче в плане определения победителя остается буквально несколько секунд до конца Альфа в тяжелейшем поединке вырывает буквально вырывает победу у команды СКА хотя надо дать должное СКА первую половину выдали ну просто идеально вот по-хорошему создайте там комфортное преимущество все было бы совсем по-другому и победа была бы в руках но тем не менее это хоккей имеем то что имеем братцы остается буквально несколько секунд до конца давайте поблагодарим обе команды это было шедеврально это было красиво так остановлена у нас игра и собственно все матч окончен поздравляем Альфу со счетом 4-2 они победили СКА конечно обидно но тем не менее они старались они дали настоящий бой надеюсь что трансляция этого матча вам понравилась вместе с вами за этим матчем следил я меня зовут Никита Фомин я как всегда говорю о том что любите хоккей потому что хоккей это не просто игра это в случае этого матча 4 периода за которые мы успеваем прожить настоящую жизнь но было же ярко правда было ярко Кубок Федерации это что-то невероятное СКА спасибо Альфа мои поздравления всем до новых встреч всем пока-пока пока-пока